23 декабря в информационной программе нашего канала вышел сюжет об отправке гуманитарного груза из Новочеркасского детского дома номер 8, воспитанники которого передали свои подарки детям Луганской области с самыми искренними пожеланиями. Дорогой друг, поздравляю тебя с Новым годом, желаю счастья, здоровья, чистого неба над головой и чтоб ты не слышал выстрелы. Дорогой друг, поздравляю тебя с этим светлым и веселым праздником Новым годом. Желаю тебе в этот праздник всего самого лучшего, счастья, добра, чтоб было все хорошо. 24 декабря дорога фонда в мирную жизнь пролегла через Перевальск, Краснодон и другие города Луганской области. Первыми получили подарки дети Перевальской областной специализированной школы-интерната. У нас дети Перевальска, Алчевска, Луганска, Брянка, Стаханов, Чернухина, ну в общем весь Перевальский район, школа областного подчинения и поэтому здесь дети со всего района. Благодаря тому, что школа не пострадала во время обстрелов украинской армии, здесь удалось открыть дополнительные группы для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Детские группы, садиковские, которые открыты, дети Перевальского района, которые близлежащие. И сейчас эти семьи оказались в трудных. Жизненная ситуация такой, не получают их родители зарплату, остались они без пенсии. И поэтому мы для малоимущих семей открыли две дошкольные группы. Татьяна Семенова со слезами на глазах вспоминает, как совсем недавно повара школы вынуждены были готовить еду для воспитанников на костре, а меню не отличалось разнообразием. В октябре мы ели одни макароны с луком, пережаривали лук на растительном масле и на завтрак, и на ужин, и на обед. Сейчас, спасибо большое, гуманитарная помощь приходит, и нас не забывают. Руководитель школы-интерната бесконечно благодарна всем, кто помогает детям, которым нужно немного больше тепла, любви и заботы, чем здоровым детям или тем детям, кто не знает войны. В основном с России приходят, и с бригады Мозгового Солчевска привозят нам. Казаки Перевальские нам помогают, комендатура Перевальская. В принципе, где что найдем. Член попечительского совета Новочеркасского детского дома номер 8 Николай Вербицкий зачитал детям пожелания воспитанников детского дома. Озвучил он и слова 15-летнего Ильи, героя сюжета телеканала «Несвятай». Дорогой друг, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю счастья, добра во имя этого священного праздника. Всего самого наилучшего. Илья 15 лет. Директор школы-интерната Татьяна Семенова призналась, что сама верит в чудо и Деда Мороза. В ее работе нельзя по-другому. Рассказала грустную историю. Мы ставили ящик, дети писали пожелания. Кто хочет, что получить на Новый год. Так вот, даже постараемся некоторым детям исполнить их желание. Мы уже купили подарки. Там кто написал, вот только одному мальчику не знаем, как ему исполнить желание. Он говорит, я написал Деду Морозу, но он, наверное, опять не исполнит мое желание. А что же он попросил? Он попросил, чтобы на Новый год мама забрала его домой. А мама где? Мы не знаем, где мама. Татьяна Викторовна тоже загадала желание. Есть такие машины, тесто завешивают, тестомесильная машина. На любое хотя бы, на небольшое количество. Потому что почти по 30-40 килограммов в день руками замесить на хлеб. Далее на пути следования фонда «Дорога в мирную жизнь» Краснодонский областной детский дом-интернат. Здесь живут и учатся 127 ребят от 4 до 35 лет. В основном это дети-инвалиды первой и второй группы с психическими и физическими расстройствами. И они дождались подарков из Ростовской области. Вот это вот вам собрали небольшое количество. Город Новошахтинск. Телерадиокомпания «Несвета» сотрудники. Они еще будут вам передавать. И самый-самый ценный подарок – вот эти вот открытки, которые мне цены. Вот они маленькие, но они писались без диктовки детками. Руководитель дома-интерната поблагодарил всех, кто помог детям Краснодона поверить в чудо и встретить Новый год с подарками. К визиту Деда Мороза все готово. Даже Снегурочку выбрали. А ты у нас кого будешь играть на утреннике? Да, я не знаю. Как ты не знаешь? Кого тебя будут одевать? Снегурочку, наверное? Да. Ребят, я хочу спросить, вы Новый год ждете? Да! А что вы хотите в Новом году? Да! А чего еще хотите? Меня расстреливали дома, детей, мам, пап. А я хочу шапыр был. Да, для меня. Чтобы мир был. А Дед Мороз что может вам еще дать, кроме мира? Подарки. Ну вот хоть одно ваше желание исполнится, правда? Есть у них еще одно желание. Одно на всех. Пусть всегда будет мир. Дети с Перевальска спели Деду Морозу самую мирную песню на земле. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Меня зовут Люба. Меня зовут Люба, я выпускница. Мы так же само вас поздравляем с Новым наступающим годом. Спасибо вам большое за помощь. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Новым годом! Новым годом! Новым годом!